друзья приветствую в этом видео мы с вами будем разбирать этюд ми минор а матео каркасе если вы решите вы разучить и интересно будет сравнить и звучание темпу может быть какие-то аппликатурные моменты то я специально записал отдельно видео и опубликовал на днях на своем канале где исполняю только этот этюд без комментариев без объяснений ссылочка находится под этим видео поэтому всегда можете перейти посмотреть сравните звучание и если разучивать и может быть пригодится вам это видео а в этом видео уроке мы уже разберем нюансы связанные с исполнением этого этюда я покажу сильный на мой взгляд стороны этого этюда которые помогут и ритмические и в плане аппликатуры вам продвинуться на новый уровень и поговорим о размере некоторых нюансах касательно распределения нод по долям по ритмике поговорим по аппликатуре пройдемся но хорошо сейчас я его исполнил разочек запущу бегунок он будет бежать бегунок по тактам и соответственно вы сможете уже отследить в какой момент времени в каком такте мы находимся на какой ноте и пока временно я уменьшил эти листочки сейчас чтобы оба они помещались на экран потом когда мы с вами будем над каждой нотой работать я приближу текст нотной и уже вам виднее будет каждую ноточку и по аппликатуре все понятнее будет более четко хорошо запускаю бегунок мне бы сейчас успеть вместе с программой начать но думаю что получится 3 2 1 поехали и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Вот такой вот у нас идет получается. Теперь давайте мы обратим внимание на некоторые важные нюансы и потом вместе с вами его подробненько разберем. Так, но единственное, что я думаю, что нам придется все-таки немножечко его уменьшить, чтобы те, кто из вас играет только по табулатуре, видели сам текст. Вот так вот, я думаю, будет удобно. Хорошо. Обращаем внимание на размер этого произведения. Размер у нас с вами 4 четверти. Вот целое деление, когда мы букву С видим, С, это означает, что размер у нас 4 четверти должны помещаться в такте. Но здесь у нас очень интересный рисунок ритмический. У нас распределены ноты по секс-толям. То есть, по сути, если у нас 4 четверти, у нас должно помещаться в каждом такте 8 восьмых нот. Вот смотрите, давайте мы сравним вот с этим тактом. Вот у нас четверть, например, да? Сюда у нас получается 2 восьмушки помещаются вот в эту четверть. 2 восьмушки, еще 2. У нас 4, 6, 8. Вот они все 8 восьмушек. А есть такты, ну давайте прям вот за такт, и вот с этого такта начнем. Где у нас не 8 ноточек, а вот посчитайте, да? Получается 6 плюс 6, 12 нот, если мы будем учитывать еще как бы с нотой ми. Вот, потому что она в любом случае попадает на сильную долю. Ну или паузу тоже будем считать. Дело в том, что мы здесь с вами играем с секс-толями. Это значит, что на 2 доли, на 1 половину нам нужно уместить 6 нот. Или просто еще, если сказать, на 1 четверть нам нужно уместить 3 ноточки. И вот если мы не по 2, а по 3 ноты по долям будем распределять, у нас как раз таки получится, что на первую долю попадают 3 ноточки. Ну, будем считать, что вот восьмая пауза тоже не считаем. 1, 2, 3. Здесь у нас 3 ноточки. 4, 5, 6. Здесь у нас 3 ноты. И здесь 3 ноты. Вот они, первая доля, вторая доля, третья доля и четвертая доля. Вот они, наши 4 доли. И когда мы, соответственно, будем с вами сейчас играть этот этюд, нам нужно ориентироваться по нотам, с которых начинается каждая доля. Вот у нас нота ми. Ну, вот в табулатории эта нота, вот она, двоечка обозначена. Потом соль попадает на вторую долю. На третью долю у нас попадает ре диез. И на четвертую фа диез. Фа диез, потому что при ключе у нас стоит знак диеза. Поэтому у нас получается фа диез. Соответственно, мы считаем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Теперь вот мы подошли к еще одному очень важному моменту, благодаря которому этот этюд еще более в ритмическом плане становится полезным для разучивания. Если возьмем конкретно этот такт, вот смотрите, у нас предыдущий там, в принципе, легко можно подстроиться на одну долю, три ноты играть. А здесь у нас что получается? На первую долю мы три ноты играем, на вторую долю три ноты играем. На третью долю играем одну ноту, и на четвертую ноту играем две. На четвертую долю играем две ноты. Здесь ритмически нужно правильно сориентироваться, чтобы не убежать вперед и в то же время не отстать. И вовремя начать играть следующий такт. Одним из простых вариантов, как можно сориентироваться, можно обращать внимание на сильную и относительно сильную доли. Вот у нас с вами половинная, еще одна половинная, вот эти вот басовые ноточки, да? Половинная, половинная. Вот они ровно разделяют, ну тут не половина, но тут четвертная и четверть паузы, но по сути она слышится как половинка, потому что мы ее щепнули, и по сути эта нота ми, она будет звучать до конца такта. Вот опять у нас бас, бас вот вниз штили, видите? У этой ноты, вот у этой ноты. То же самое здесь и здесь. Такая же ситуация, да? Вот если по ним ориентироваться, тоже можно выстроить ровненько так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, новая строчка. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и так далее. Вот в этом плане очень важно следить за тем, как у нас эти секстоли распределяются в каждом такте. Следующий нюанс, на который я хотел еще обратить внимание, это акценты мы можем с вами представить, как будто бы прыгает мяч, условно теннисный, а пол, а потолок, а пол, а потолок. И, соответственно, ориентироваться по большому и безымянному пальцам, чтобы ровненько этот этюд звучал в тех тактах, где у нас секстоли встречаются. Вот у нас получается пол, потолок, пол, потолок. Если по табулатуре смотреть, если по нотам смотреть, вот у нас эти нотки. И мы читаем. Раз, два, три, четыре. Там, пам, пам. Здесь как бы исключение, о котором мы уже с вами говорили. И дальше снова такая же история у нас получается. Давайте я немножечко прокручу к следующему такту, чтобы вам виднее было. Вот так, чтобы весь такт помещался. У нас получается пол, потолок, пол, потолок. Вот они эти ноты. Большой палец и безымянный, соответственно. Большой, безымянный, большой, безымянный, большой, безымянный, большой. Ну и так далее. Здесь у нас этой скобочкой обозначается прием барре. И на второй позиции, соответственно, мы зажимаем указательным пальцем пять струн и отыгрываем полностью барре. Еще один нюанс хотел я сейчас отметить. Так, он касается... Какой момент я хотел сейчас озвучить? Ладно, я сейчас, походу, если вспомню, скажу. Следующий момент, на который мы с вами обращаем внимание, это такт. Вот мы его уже с вами играли. Вот этот вот такт. Мы считаем раз. Здесь на первую долю попадает только аккорд. Дальше два, два, три, четыре. Здесь ровненько все распределяется по донам. Я вспомнил, что я хотел сказать. Значит, обычное арпеджио, которое мы с вами привыкли играть, ну, как правило, оно выглядит следующим образом. Давайте исправлю по ноточкам. Вот так вот. То есть мы играем от баса, двигаемся к первой струне, а потом возвращаемся снова к третьей струне. То есть мы играем, например, бас, и потом играем третья, вторая, первая, вторая, третья. А здесь у нас с вами немножечко другое распределение нот, которое перестраивает мозг. То есть если вы привыкли вот таким вот образом играть, обычное арпеджио, то здесь нам нужно играть большой, указательный, средний, безымянный, указательный, средний. Пальцы у нас подписаны вот здесь. Указательный, средний, безымянный, снова указательный, средний. Указательный, средний, безымянный, снова указательный, средний. Дальше не написано, потому что и так по аналогии, уже по рисунку видно, каким образом нам нужно исполнять эту мелодию, это арпеджио. Так что дополнительный вариант арпеджио можно разучить. Играем мы этот этюд на громкости мецефорты, то есть умеренно громко. Рекомендуемая скорость, это 90 ударов в минуту. Вы можете поиграть помедленнее, порепетировать, начать на 40 ударов, потом поднять до 50, до 60. 90 это и не сильно медленно, но и в то же время не сильно быстро. Так, чтобы он хорошо ложился на слух, и восприниматься будет он достаточно интересно. Относительно динамической подвижности, видите, он весь в очень таком ограниченном регистре, он создает такую атмосферу ровную, никаких прыжков дополнительных там по грифу не нужно совершать. Следующие нюансы касательно аппликатуры я еще хотел отметить. Посмотрите, когда у нас, например, давайте мы посмотрим, скажем, по этому такту, встречаются одинаковые ноточки, вот у нас и вот нота, можно на левой руке пальцы не снимать. Вот, например, мы зажали мизинчиком, четвертый пальчик, это у нас мизинчик, и продолжаем держать эту ноту. То есть все остальные перестроили, а мизинец продолжаем держать, чтобы нам его вот не снимать и снова же не ставить на этот желат. То есть мы сняли и поставили, сняли и поставили, нет смысла. Сыграли, держим, остальные пальчики подставили, держим. Следующий такт, возвращаемся. И то же самое у нас с вами происходит, например, вот здесь. Так, сейчас. Немножечко вот так сделаем, чтобы поместились оба такта. Вот, смотрите, мы здесь заканчиваем с вами этот такт на четверке, и вот у нас снова четверка. Поэтому здесь мизинчик тоже можно не снимать. Вот мы играем, допустим, начнем с ноты Ре. И вот держим мизинчик. А здесь у нас второй лад. Видите, вот он второй нота Ля. Здесь можно на протяжении всего такта не снимать второй пальчик. Со стороны, вот давайте этот такт сыграем, восьмой такт играем. И первый, кстати, тоже. Первый тоже мы не снимаем. Вот мы его держим, потому что он у нас повторяется. Вот только мы, получается, убрали безымянный, и мизинчик обезымянный перебросили на первую струну. И потом вышли на соль мажор. Потом у нас реприза, которая отправляет нас на самое начало этой мелодии. Вот давайте я повыше подниму, чтобы была видна эта реприза. Вот она, реприза. Она возвращает нас на самое начало этого этюда. Получается, мы два раза с вами будем играть вот эту вот первую страничку. Потом мы перемещаемся на страницу номер два. И играем. Обращаем внимание на то, что у нас встречаются одинаковые ноточки. И здесь, и вот третий, 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 третий. Мы продолжаем держать. Начинаем. Можно сразу аккорд B7 на самом деле выставить. Можно добавить. Дальше играем. А вот в этом такте, немножечко пониже я спущу, когда будете разучивать, обратите внимание, что у нас нота ми повторяется. Вот она, второй ватт. Во всем этом такте. Можно продолжать держать второй пальцем. Сначала тринадцатый такт играем. Тринадцатый такт. Мы откуда знаем, что тринадцатый? Вот в самом начале строчки у нас указано, что тринадцатый такт. Это у нас, соответственно, будет четырнадцатый. Дальше у нас будет пятнадцатый такт. Соответственно, этот шестнадцатый будет. Второй пальчик продержали. Дальше аккорд. Сыграем. Раз, и два, и три, четыре. Двигаемся уже к концу. Играем. Пятнадцатый такт. Здесь обратите внимание, чтобы не было соблазна на первый лад, вот кто по табулатуре играет, перебросить указательный пальчик. Указательный держим здесь. Второй. А указательный оставляем на третьей струне, потому что у нас снова он возвращается опять. Здесь у нас первый и второй. Первый и второй. Пальчики вот здесь первый, второй. И здесь первый и второй. Продолжаем держать. Двигаемся дальше. В этом такте мы играем второй и четвертый. Сыграли бас. И потом у нас снова реприза, которая отправляет нас на начало этой странички. И еще раз играем эту страницу. Хорошо. Спасибо за внимание. Разучивайте этот этюд, чтобы он у вас хорошо получался. Он помогает и ритмически прокачать мозг, для того, чтобы ориентироваться на четыре доли. И теперь у нас на четыре доли играем с экстолями. Плюс еще новый вариант арпеджио. И следим за аппликаторой. На этом желаю вам всего самого наилучшего, крепкого здоровья, добра, любви и мира. До новых встреч. Пока-пока.